Артысты опранаются у костюмы и рыхтуются до выхода на сцену. До сдачи спектакля еще больше, как тыдень. Гэтага часу кажут хопить, как довести постановку, калі не до идеалу, то во усиляким разе зарабить цікавый для глядача. Калі я стану в облакам сценичный вариант о повести польского письменника Януша Корчака «Король Матиуш Перши». Гэта рассказ об детях, які загинули у нацистских концлагерах. Правда, з уліком узросту аудитории неких страшных моментов не буде. Але калі хоть нехта задумается, то уже добра. Этот спектакль позиционируется, как для подростков, скажем так, 10+. И для них я не считаю, что это сложно, они должны это знать. И потом это обличено в какую-то художественную форму, да, это же не носит какой-то лекционный характер. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Я не считаю, что с детьми надо сюсюкать в искусстве в том числе. На новую постановку сегодня працует весь коллектив Лялишного театра. У тим же швейным цеху, наприклад, на костюму выкарастали каля 40 метров материалу. Шыць для артыста укажуть не вельми складана, але улишивать некие зауваги приходятся. У бутафорской группы свои задачи. Реквизит повинен не просто отповедать теме спектакля, але и выглядать привабно. Калі мерковать по профессионной подрыхтовцы специалистов, тут готовые выраблять декорации любой складанности. Але поколь реализовать усе идеи, у театры Лялик не могут. Установа размешана у былым Палацу культуры. Глядельная зала знаходзица на другим по версии, а тому змонтировать под ее некие техничные конструкции просто немагчыма. Правда, у администрации спадзиются, и гэта проблема с часом вырожатся. Конечно, театральный зал должен быть на первом этаже, должна быть колосниковая группа, должна быть нижняя механизация сцены. Сделать это, к сожалению, в наших условиях невозможно. Мы надеемся, что когда-нибудь, когда минет кризис, будет достаточно средств, мы планируем делать реконструкцию нашего здания с пристройкой к нему театрального зала. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель».